так всем привет всем привет присоединяйтесь кто-то будет смотреть меня в инстаграме кто-то будет смотреть меня в ютюбе специально сделали для того чтобы эфир прямой сохранился и прямой эфир сразу же скажу будет сохранен в нашем youtube канале ссылка будет в телеграме ссылку я отправлю на запись эфира запись эфира будет сейчас я напишу тему наш тема ну какая тема девочки тема у нас омоложение естественное омоложение и вообще в принципе все факторы которые влияют на омоложение сейчас я все настрою все поправлю и в первую очередь давайте со мной вы будете общаться будете мне писать писать я думаю сейчас я буду больше обращать именно если на комментарии то в инстаграме сейчас в youtube вы тоже можете писать в комментариях но скорее всего ну не скорее всего однозначно у нас будут и будет идти задержка комментариев вот поэтому я и буду видеть задержкой поэтому сейчас девочки я обращаюсь ко всем пока что напишите мне что вот мой блог про естественное омоложение напишите мне пожалуйста что для вас значит молодость что для вас значит молодость напишите мне просто словами что для вас, значит молодость. Я пока расскажу сегодня про наш план. Мы поговорим про вообще все факторы омоложения. Мы с вами обязательно сделаем упражнения, и упражнения и приемы будут в том числе на снятие каких-то блоков в нашем теле, которые ведут к старению, да, я бы так сказала. И я обязательно, девочки, эфир сейчас мы проведем, да, и в конце я обязательно также расскажу про курс и про выгодные предложения, которые у нас к 8 марта. Вот, поэтому смотрите, сколько захотите. И так вот, давайте, что для вас значит молодость? Что для вас молодость? Я вижу в комментариях в Инстаграме, да, здравствуйте всем, что это молодое тело. Что еще, что значит для вас молодость? Я скажу, что значит для меня молодость. Девочки, что для вас молодость? Это когда смотришь в зеркало по утрам, а там красивая я. У нас, кстати, раньше была такая медитация, когда мы смотрели в зеркало. Медитация тоже считаю очень важной, важной частью. Итак, пока я отвечу, что значит, что для меня молодость. Пожалуйста, общайтесь со мной, разговаривайте, да, и также в конце я отвечу на все ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, если ваши вопросы не касаются сейчас конкретной темы, о которой я говорю, задайте их в конце, и в конце мы с вами поболтаем столько, сколько вы захотите. Вот вижу здоровье и красота, это молодость. А для тех, кто знает, Тома, здравствуйте. Это осанка, подтянутое лицо и красивая шея. Девчонки, шея. Да, обязательно, когда состояние, состояние души и отражение совпадают. Это просто можно взять как цитату. Вот правда, реально классное выражение. И сейчас я расскажу, что я об этом думаю, да. В первую очередь молодость, ну, окей, не в первую очередь, это все нам важно, да. Молодость – это питание. Ну, согласитесь, это питание, потому что все-таки наша молодость для меня равно здоровье, да, и невозможно иметь здоровое тело, питаясь каким-то шлаком. Как сегодня я слушала лекцию моего преподавателя, врача по нутрициологии, она говорила о том, что в нашем теле есть бактерии дружественные и есть бактерии, которые, ну, условно, недружественные, да, которые несут нам вред. И питаясь, то есть у нас два фронта есть, в нашем теле есть те же самые два фронта – дружественные бактерии и недруги наши. И то, что мы кладем в свой рот, что мы едим, ту именно часть мы поддерживаем. Мы поддерживаем каких бактерий? Полезных для нас, которые помогают нам жить, или мы поддерживаем тех бактерий, которые нас убивают? Что вы едите каждый день? Конечно, это, безусловно, важно. Когда я делаю диагностики, я обязательно смотрю состояние кожи. Конечно, по фотографии я не могу определить тип кожи, да, но я могу определить какие-то свойства кожи, какие они могут быть, да. У кого-то, обратите внимание, что у кого-то и в 50, и в 60 лет кожа остается такая упругая, да, а у кого-то в 30 даже лет начинает уже вот что-то провисать, и если мы вот таким вот образом притронемся, у нас кожа рыхлая. Это даже не с тем связано, что оно поползло вниз, она просто рыхлая. Напишите мне вот сейчас, пожалуйста, притроньтесь к своим щекам и напишите мне, а что у вас здесь. Пишите так, пишите свой возраст, допустим, неважно, там, 50 рыхло или там 55 упруга. Вот у вас здесь как, да, и как у вас с кожей? Так вот, то, что мы едим напрямую, конечно же, влияет на свойства кожи, потому что за упругость нашей кожи отвечает коллаген и эластин, да. Это, внимание, это белки. А что вы едите? Едите вы достаточно белка или нет? И здесь бесполезно, если вы едите недостаточно белка, но пытаетесь в добавках пить коллаген в порошке, неважно как, но это как мертвому припарку. Наш организм не возьмет этот коллаген в нашу кожу, он ее возьмет в наше для того, чтобы нужды организма нашего восполнить, да. У меня тут есть план, я поэтому буду немножечко подглядывать, что я хотела вам сказать. Далее, для того, чтобы коллаген был в нашем лице, в нашей коже, вообще в нашем теле, нам нужны определенные сопутствующие к этому факторы какие-то, да, которые позволяют этому коллагену образовываться. Этот коллаген не придет извне, внимание, он не придет извне. Он будет только изнутри нашей кожи. Наши ткани должны сами его продуцировать. И я вот вижу, да, кто-то писал, Тома, 42, вроде упругая. Я очень хорошо помню всех девчонок, кому я лично делала диагностики. Вот вижу Наталья, да, наверное, 40, упругая, 44 у Ксении Брыли, да, 30, внимание, да, а 33, да, вот Гульфира, это рыхло, пусто, мягко. Вы понимаете, о чем я говорю, Гульфира, чем вы питаетесь, какой основной ваш рацион? Вот ваша главная теперь задача прям сесть и записать, а что я сегодня ела целый день, да, и посмотреть. Затем открыть, неважно, программу, интернет, фэтсикрет, и посмотреть, если вы не знаете, что из них белок, что из них углеводы, и что из них жиры. Жиры – это мегаполезная штука, да, если это полезные жиры, ну, не трансжиры, да, а сколько из этого углеводов, и вы все знаете выражение «сахарное лицо». Я надеюсь, что вы сейчас поняли, насколько важно питание, не буду на этом долго останавливаться, да, но, опять же, к тому, чтобы образовывался коллаген в нашем лице, нам нужен витамин С, нам нужен витамин Е. На секундочку, а много ли вы едите фундука? Фундук, окей, даже если вы его много едите, да, вот там есть как раз-таки вот этот вот нам нужный витамин Е, который помогает, витамин молодости, вы все, да, знаете. А правильно ли вы его едите? В общем, я надеюсь, что я вам дала немножечко так пищу для размышления, и вы уже будете думать о том, что да, я пытаюсь там что-то омолодиться, а правильно ли я питаюсь? А помогаю ли я сам своему телу для того, чтобы оно продуцировало? Я там что-то тру, мну, а правильно ли я питаюсь? Тот же самый фундук, про который я сейчас сказала, витамин Е, а правильно ли вы его едите? Потому что если вы просто сухой или жареный, или тем более там соленый, не знаю, как он бывает, едите, то это ноль пользы, практически ноль. Его нужно определенным способом замачивать. Вот, так что подумайте над своим питанием. Следующий пунктик. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам понятно, если вы согласны. Вот, кто-то вообще его не ест, да, ну, конечно, витамин Е можно из других орехов брать, да, но вот вы подумайте, да, очень, это очень интересная и очень большая сфера. Поставьте плюсики, девчонки, кто со мной согласен по поводу питания. Поставьте плюсики. Дальше. Так, я на самом деле не вижу ни одного плюсика в Ютубе. Я надеюсь, что все слышно и все хорошо. Вот, если кто-то меня смотрит в Ютубе, хотя бы поставьте хоть кто-то там плюсик мне. Следующее, что очень важно, мега важно, вижу ваши плюсики. Девчонки, спасибо большое. Следующее, что важно, это, конечно же, девочки, это уход. Ну, невозможно иметь яркое, блестящее, там, красивое лицо. Я не говорю, что я там какая-то супер-пупер красотка, нет. Но я просто ближе подошла, да, показать, что без фильтров, вообще без всего. Невозможно иметь яркое, красивое, светящееся лицо, если мы не ухаживаем за кожей, если мы ее не очищаем правильно, если мы ее не питаем правильно. Согласитесь, мы ходим по улице. Сколько там всяких выбросов, сколько там, простите, сколько там всего, да? Куча всего. И за день это налипает на нас. И мы такие думаем, сейчас-ка я вот это вот корейское супер-пупер средство, которое там не только сверху пыль, грязь, частички снимает, но еще и чуть ли не кожу там может снять. Я сейчас им пойду, вот так вот все умоюсь. А вы понимаете, что вот тем самым, допустим, вот этим средством вы можете нарушить, если вы день от дня им пользуетесь, вы нарушаете свой вот этот вот защитный барьер. Вы на следующее утро вышли из дома, у вас барьера нету. У вас уже не сверху налипно, а внутрь проникло все вот это вот то, что вот там на улице, да? А чтобы защититься от этого, кожа начинает еще больше вырабатывать кожного сала. А для того, чтобы снова вы, вы же не хотите блестеть, вы идете снова умываться, и снова кожа еще больше этого, еще больше на нас налипает, кожи и верхнему слою нужно защищаться, и оно еще больше выделяется. Это просто замкнутый круг, понимаете? То есть очень-очень... Напишите мне, пожалуйста, сейчас в комментариях, а вот вы за своей кожей ухаживаете как? Давайте так, сколько средств в вашем уходе? Вот, допустим, я про себя сейчас рассказываю, да? Вечером пришла... Первое средство у меня – смыть косметику, да? Средство для снятия макияжа, если я с макияжем. Второе – это умыть свое лицо специальным средством для умывания. Это может быть и молочко, и гель. Третье – это протереть свою кожу тоником, тоником. Четвертое – это сыворотка. Иногда это бывает еще и эмульсия, концентрат, да? И сверху крем, ну и крем для кожи вокруг глаз. То есть у меня семь, семь средств. Сколько средств у вас? Сколько их у вас? Напишите мне. Вот, Ксения, умывалка, тоник, крем. Умывалка. Умывалка отдельная, во-первых, для снятия макияжа, и затем обязательно нужно лицо еще умыть, потому что мы мицеллярной водой смываем наш макияж, да? И, по сути, это мыло, это химия осталась на нашем лице, а кто-то даже мицеллярку не смывает. Кто-то оставил, по сути, представьте, вот вы намылили лицо и намазали сверху кремом. Ну, прикиньте, что произойдет, да? То есть это тоже, на самом деле, целая огромная, огромный пласт, да, забота вот именно о своей коже внешне. Я вообще не говорю про крема, которые, допустим, у нас с нефтепродуктами, тот же самый минерал-ойл. Вы хоть раз баночку крема переворачивали, вот, допустим, возьмите, переверните и почитайте, а что там? А если там, допустим, минерал-ойл, а вы вообще понимаете, что минерал-ойл, минеральное масло – это нефтепродукт, который создает пленку на нашем лице, и вы, по сути, как будто бы пленкой намазались, да? Вот. Гульфира, гидрофильное масло. У меня, кстати, на него однажды просто такие прыщи пошли, вот именно гидрофильное масло. Вот. Поэтому нужно состав обязательно смотреть. Я смотрю все, все гидрофильное масло, да? Потому что почему? Потому что оно ядренное такое, оно может не только наш макияж снять, оно может вообще полностью все лицо, лицо с лица смыть, да? Вот. Надеюсь, что следующий пунктик я тоже посадила в вашу красивую умную головушку для того, чтобы вы тоже подумали, а как же я, а как же у меня там умывалка, тоник, сыворотка, крем? А вы вообще знали, что сыворотка – это самое важное в уходе для девчонок после 30? Вы знали? А вот я сейчас вижу, что только, ну, может быть, там еще кто-то пролистал вверх, да? Что только одна надежда мне написала про сыворотку, да? Может быть, вы просто про нее забыли. Но подумайте. Окей. Итак, у нас есть с вами питание, да? То есть следим за своим здоровьем. У нас есть с вами уход, уход именно за кожей. И следующее, что для меня очень важно, все, кто смотрит мои сторис, все знают, все, кто со мной на курсах, на курсе Дива Преображения, все знают. И следующий пункт молодости для меня – это психическое… Простите, я не посмотрела, как правильно сказать, и вот сейчас поняла, что я не знаю. Психическое, психологическое здоровье, да? Ну, в любом случае, и то, и то. Так вот, здесь, я думаю, мне не нужно вам рассказывать о том, что когда мы сосредоточены, у нас появляются межбровки, что когда мы злимся, у нас с вами сжимаются зубы и сжимаются губы, и мы вот такими вот становимся, да? Об этом мне говорить не нужно. И вы здесь прекрасно понимаете о том, что постоянно, если такое выражение на лице, да, и оно неосознанно происходит, то, конечно же, это все застынет на нашем лице. Окей, не застынет, но вы думаете, вы ночью спите, и ночью, как, напишите мне, пожалуйста, вы видите сны? Кто видит сны? Спасибо, вот Елена, согласна, да. Кто видит сны? Напишите, вы видите сны? Вы помните свои сны? Вот пока вы мне пишите, немножечко там, как всегда, комментарии, они же идут с опозданием, вот пока вы мне пишите, вы видите сны, я вам хочу сказать, что проводились исследования, и сны видят все. Даже если вы думаете, что я не вижу сны, вы видите сны, вы их просто не запоминаете, да? Еще немножечко такое отступление. Те девчонки, у кого достаточно витамина В6, видят яркие сны и запоминают их. Вот это один из показателей, что у меня с витамином В6 все в порядке. Вот, видит, видит, каждую ночь я всегда запоминаю, молодцы, девчонки, видит. Вы понимаете, просто есть люди, да, особенно вот такие, знаете, взрослые дядечки серьезные. И какие сны, вы что, ну это вообще детский сад, что я буду этим баловаться. Видят сны все, вот кто-то даже цветные видит сны. Сны видят все. Так вот, что происходит? Ну, то есть ночью происходит маленькая жизнь, согласитесь? И посмотрите на животных, посмотрите на своих родных, родных, когда они спят. На детей они подсасывают даже иногда, да, ну вот грудные, в кроватке маленькие, да. Посмотрите на взрослых, они начинают иногда морщиться, иногда сжимаются зубы. А кто ходил к стоматологу, скажите мне, и вам сказали, а у вас, милочка, стерт прикус. Или просто стоматолог, допустим, вас спросил, а вы ночью скрипите зубами? А вы такая, нет, не знаю. А вы думаете, просто так вас стоматолог об этом спросил? А это все про то, что ночью у нас маленькая жизнь. И эта маленькая жизнь, она отражается на нашем лице. Да, и могут быть любые эмоции. И напишите мне сейчас, пожалуйста, плюсики, кто с утра просыпался с морщинками на лице. Допустим, вот я сейчас не про отечность, а именно про морщинки на лице. Вот вы с утра проснулись, и у вас межбровка сильная. В течение дня походили, и межбровка разгладилась. О чем это говорит? Это говорит о внутреннем вашем состоянии. Это говорит о том, что когда вы днем ходите, вы можете ее контролировать, посмотреться в зеркало и расслабить ее. Да, вот есть плюсики, Настюшка, да, плюсик. Вот, и вы... Так, сбилась. Еще раз, заново, дубль два. Про что говорила? Говорила про морщинки, да, ночью. Про то, что ночью – это отдельная жизнь. Про то, что днем вы можете это контролировать. А ночью вы не можете это контролировать. А ночью вы спите, и вы не понимаете, что происходит на вашем лице. Окей, с этим разобрались, да. Поехали следующее. Так вот, следующее про наше психологическое здоровье, да. Мы обязательно должны... Ну вот, кто из вас, я не знаю, наверное, некорректно, да, это спрашивать. Кто-то занимается медитацией. Вот, а у кого-то кто-то просыпается ночью и еще не разглаживается в течение дня морщинки, да. Кто-то занимается медитациями. Вот какие у вас способы расслабления есть? Давайте, кто не стесняется, напишите. У кого-то это молитва. У кого-то это медитация. У кого-то вот именно такие просто 10 минут побыть в тишине и не думать, да. Но это тоже такая своеобразная медитация. У кого... Вот кто как расслабляется, кто как убирает напряжение из своего тела, особенно сейчас, да. Напишите, пожалуйста, пока кто не стесняется, да, как вы можете расслабляться. Я пока что сейчас вам скажу. Я сейчас вам скажу, что наши главные центры в теле – это вот здесь, да, наше сердце. Это же то, что качает кровь по нашему телу. Если его не будет, то, в принципе, кровоснабжение невозможно. Все, мы умерли, да. То есть вот этот центр, его нужно в первую очередь закрыть. Да, вот этот центр нужно закрыть. И тело, что происходит, тело сжимает наш вот этот центр, да. И очень часто еще бывает центр, который закрывает наше тело. Это вот здесь вот. Вот здесь вот, да. В районе нашего крестца и копчика. Вот этот вот момент. Вы видели, вы знаете, да. Вы знаете все вот это вот лежание на валике. Вы все сто процентов про него слышали. Я его не даю, потому что я считаю, что всем людям он не нужен. Потому что здесь, да, вы раскроете эти центры, но ваш позвоночник может потом заклинить так, что вы просто не встанете. Про валик не буду сейчас рассказывать, если кому-то интересно, в конце спросите. Но что происходит, когда мы ноги косолапим, да. Вот мы, допустим, сейчас все вместе, давайте так, все вместе. Вот вы сейчас, неважно, сидите, стоите, попробуйте скосолапить ноги. Вот ноги завернуть вовнутрь, вот прям просто скосолапили. Что произошло вот с этой задней поверхностью? Она раскрылась, да. Так вот, а вот здесь наш важный центр, который закрывается. И вот здесь наш важный центр, который тоже закрывается. И вы однозначно видели все, так вот сейчас отойду, чтобы в YouTube видно было. Вот однозначно вы видели все вот таких вот людей, которые ходят, ну вот у них как будто бы вот эта часть вынесена вперед, а вот здесь вот что-то зажато, да. Это тоже может быть какой-то психологический блок. А что происходило когда-то, когда вы зажали эту часть? Что там у вас за спиной происходило? Это тоже огромная, просто огромная ниша, с которой нужно работать, да. И вот оно, это все отражается в нашем теле. Поехали. А как только у нас закрылась вот эта часть, да, вот здесь важно, важно, наше сердце, наш центр закрылся, что произошло? Вы все однозначно сто процентов. Сейчас, кстати, видите, молодые девчонки вот так вот все стоят, да. И так даже фотографируете, так модно, так красиво, да. Но кто-то в постоянной своей жизни вот так вот ходит. Что происходит? Вы однозначно все видели, все знаете про фасциальные цепи. Передняя фасциальная цепь и задняя фасциальная цепь. Мы сейчас только про них поговорим. Их однозначно больше, да. Так вот, передняя наша фасциальная цепь и задняя наша фасциальная цепь. Есть замечательная картинка Томаса Майерса, который как раз-таки на широкую публику распространил вот это вот наше знание про фасциальную цепь. Сейчас все им пользуются. Вот посмотрите, да, вам и вам всем видно. Вот она, передняя фасциальная линия. Видите, стрелочка направления вниз, а задняя вверх. Внимание, вот сейчас прям особое внимание. Девчонки, смотрите, вот она передняя и задняя линия. Передняя у нас закрылся центр. У нас здесь все сжалось. Она поехала. Куда грудь поехала? Грудь поехала вниз. А здесь что произошло? Значит, задняя сместилась вверх. Понимаете, задняя смещается вверх. И что происходит? А задняя, знаете, где заканчивается? А задняя заканчивается на наших бровях. Задняя линия заканчивается на наших бровях. Так вот, что произошло, когда передняя потянулась вниз, а тут, если еще выпирающий животик, то еще сильнее вниз потянулось. А задняя поехала наверх, и что произошло с вашим лбом, что произошло с вашими бровями, а потом вы думаете, блин, почему у меня тут вот на лбу веки стали нависшие, да, и что произошло? А произошло то, что у вас вот здесь вот зажато, да, и здесь даже не столько с задней фасциальной линией нужно работать, сколько вот здесь вот все разжимать. Вы понимаете, о чем? Вам вообще понятно? Напишите, пожалуйста, плюсики, что вам все понятно, девчонки. Девчонки, напишите, пожалуйста, плюсики, что вам понятно. Сейчас я тут смотрю, видно ли все в Ютубе. Так вот, разжимать нужно вот с передней, вот с этой, да, части. Сейчас я посмотрю, все ли я вам рассказала. Напишите плюсики, что вам понятно, и что, ну, вижу, что здесь и не уходите, да, и мы с вами начнем. Начнем. Понимаете, с чего начнем? Как вы думаете, мы с чего начнем? Как только у нас вот здесь вот все зажалось и потянулось вперед, да, у нас потянулось все вперед. У нас вот эти линии, они заканчиваются вот здесь, и они потянули все вниз, понимаете, вот здесь вот. Так вот, вы все, некоторые девчонки, у кого большая грудь, неважно, своя, не своя, да, вот думают, что обычно вот такое положение, да, и вот грудь большая, да, ну, неважно какая, и она большая, да, и вот чуть-чуть плечи завернуты внутрь, и что? И вы, и все думают, что у меня такая большая грудь, у меня вот большая грудь. А на самом деле, если под грудью, грудь – это жир, да, это молочные железы, это жир, это импланты, неважно, что это, но это что-то, что лежит сверху нашего скелета, сверху нашей самой главной опоры, оси, да, и, по сути, если убрать эту грудь, то что получится? То получится впалая грудная клетка. Поверьте мне, у большинства женщин впалая грудная клетка. Мы, ну, не знаю, кто-то сейчас так ходит или нет, сейчас вон все заказывают, да, раньше женщина вот так вот ходила с сумками, да, вот кто-то еще так ходит, а сейчас, окей, мы по интернету заказываем все, чтобы тяжелое не таскать, но мы сидим в этом интернете. И точно так же раз и впалая наша грудная клетка, и вот оно все потянулось. Итак, готовы переходить к упражнениям? Поехали. Поэтому начнем мы с вами сегодня, да, так как у нас сегодня занятие и омолаживающее, и направленное на снятие вот этого вот напряжения, потому что я всегда говорю, я вам постоянно говорю о том, что все закончится, все пройдет, придет, ну вот придет все в норму, вся вот эта политическая ситуация, а тело не придет. Помните, я вам в начале, ну, в середине говорила о том, что вот здесь вот зажато. У кого-то в детстве зажалось, кого-то там вот кто-то шел, его там пнули, ну, неважно, да, что произошло. И вот здесь вот зажалось, и вы продолжаете вот так вот ходить, а это было в детстве. А сейчас какая ситуация? Вы вот так вот зажметесь, и вы думаете, вы потом разожметесь, если вы ничего для этого делать не будете? Вы думаете, ваше тело разожмется? Так вам сколько лет? Вам 10, вам 18 лет? Ну, извините, я думаю, вы все тут аудитория постарше чуть-чуть. Так вот, если даже у ребенка она не разжимается, да, если с этим не работать, то у взрослых у вас тем более не разожмется, да. Поэтому ваша задача по максимуму сейчас, как бы это сложно не было, но заботиться о своем теле. Итак, что мы имеем? Мы имеем питание, мы имеем уход, да, что молодость? Молодость для меня равно здоровье. Питание, уход, да, внешне, психологическое наше здоровье, ментальное, да, и занятие, движение. Движение всегда, движение я специально ставлю на последнее, чтобы мы с вами уже перешли к занятиям. Вот, допустим, вот кто-то говорит, я тоже так хожу. Так вот, подумайте, почему у вас здесь зажата, возможно, какая-то вместе решая какое-то психологическое, да, откуда у вас появилось. Но это однозначно нужно все вместе делать. Это по отдельности не работает. Вы будете, если снова разжимать, да, вот эту вот часть, а психологически вы это не проработаете, оно снова будет возвращаться, возвращаться. Тело помнит. Тело помнит, а вы его по-новому не научили. Итак, теперь, я надеюсь, вы понимаете, почему я сейчас начну вот именно с этой зоны, и вот с этой зоны мы все с вами начнем. Готовы? Поехали. Здесь у нас располагается наша диафрагма, да, и мы сейчас с вами с диафрагмой и начнем. Диафрагма на вдохе вот такая, вот здесь вот наши легкие, да, вот здесь наши легкие, и вот она вот такая вот диафрагма. Как только легкие надуваются, они давят, диафрагма расширяется. Как только выдох легкие сжимаются, диафрагма вот так вот, понимаете, и движение это должно быть. А движения этого практически у многих нету, потому что вот здесь зажат, и движения этого нет. Да, давайте сейчас чуть-чуть попробуем. Просто помните, что у вас здесь диафрагма, вот она вот так вот, вот так вот, прям поперек вашего тела, грубо говоря, да. И мы сейчас с вами попробуем свои легкие надуть в пространство между лопаток, да, то есть вы сейчас еще сильнее зажимаете свой центр, да, не зажимаем сильно, ну, в смысле, не давим вот так вот, да, мы его просто чуть-чуть зажмем, да, осознанно. И сейчас будем дышать в пространство между лопаток, все вместе, давайте, вы можете сидеть, стоять, неважно, и делаем вдох и выдох, вдох. Вот прям представьте, что вы надуваетесь в пространство между лопаток, а получается ли у вас, давайте сначала вы сейчас все делаете, а потом вы мне все пишете, просто плюсики и минусики. У кого получаются плюсики, чтобы вы сильно не отвлекались, у кого не получаются минусики. И продолжаем, что значит получается, вы чувствуете, как у вас лопатки как будто бы расходятся, да, и продолжаем, вдох и выдох. Если вы чувствуете, что у вас поднимаются плечи, что у вас зажимается шея, это минус, вы не справились с заданием, вы сделали неправильно. Продолжаем. Вы мне, хватит ставить плюсики, давайте сначала сделаем, и перед тем, как я буду переходить к следующему упражнению, вы пишете плюсики или минусики. Поехали. Делаем. Несколько раз нужно сделать, девчонки, вы можете заниматься пришли, поехали. Все вместе со мной. Вдох и выдох. Именно в пространство между лопаток. Мне что не интересует ваши ребра, мне что не интересует, вот этого не должно быть, ни в коем случае. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще один раз вдох, выдох, расслабились. А теперь пишем плюсики-минусики, у кого что получилось или не получилось. Плюсики-минусики, девчонки, у кого получилось или не получилось. YouTube вижу. Поехали. Все, да? Вижу плюсики, молодцы. Вижу у кого-то минус, да? У кого вижу минус. Ой, экран закрыла. У кого вижу минус, значит, работать с дыханием обязательно. Подвижность грудного отдела. Девчонки, я сейчас могу уйти просто в дебри. Потом в конце зададите вопрос, а что делать, если не получается? Да? И дальше уже мы с вами пойдем, расскажу. Поехали. Теперь переднюю часть. Нашу грудную плетку нужно раскрыть. Руки берем в замок сзади. И внимание. Сейчас обратите внимание, где оказался ваш большой палец. Вот вы взяли руки в замок. Где оказался ваш большой палец? Если он оказался, вот как у меня, он у меня внизу, да? Он у меня ближе к моим ягодицам. Он у меня, получается, ближе к моему телу. Нужно вывернуть. То есть выверните свои большие пальцы, чтобы у вас немножечко плечи еще больше подвывернулись. Да? Вывернули. И здесь важно, внимание, здесь важно, чтобы ваша шея была ровной. Потому что многим, у кого особенно гиперкифоз, вам захочется еще сильнее шею выдвинуть вперед. Да? Проследите, чтобы она хотя бы сильнее вперед не выдвинулась. Да? Стоим ровненько. Не забывайте, вывернули руку, да? И у вас раскрылся грудной отдел. И теперь вы делаете вдох и выдох всем своим грудным отделом. Вы делаете вдох в передние ребра и в грудной отдел. Вот прям как будто бы вам нужно, представьте, что вам нужно надуть вот это вот пространство между грудью. Прям вот так вот в центр надуть, надуть. При этом не вверх, ни в коем случае. Вверх – это значит неправильно. Не так, а вот именно вперед. Взяли и вместе со мной все дышим. Вдох. Выдох. Не забывайте про шею, не забывайте про голову. Вдох. Выдох. Вдох. Прям тянемся из центра вот сюда. Вот из центра тянемся. Выдох. Еще два раза со мной. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Встряхнулись. А теперь жду от вас плюсики, минусики. У кого что? У кого получилось, у кого не получилось. Вот прямо из центра, да? У кого сильно впала грудная клетка, я думаю, вы сейчас все напишите плюсики, да? Но у кого сильно впала грудная клетка, вы не почувствовали вот этого вот движения вот здесь вот. Да, ребра. Ребра, конечно, расходятся широко. Но наша сейчас была задача именно представить, как будто бы вы берете и вытягиваете. Потому что, помните же, психологический фактор, да? Фактор того, что вы просто хотя бы представляете движение, он уже дает вам огромную пользу. Есть сейчас целые учения, ну не учения, да, исследования, которые построены на именно вот сигналы из головы. Тот же самый метод Фильденкрайса, да, когда мы из головы посылаем сигнал, то хотя бы просто представить, да, не дает вдохнуть полноценно. И присесть хочется. Так вы вот задумайтесь, а что происходит вообще с вашим телом, если вы даже вдохнуть не можете? Что происходит? Оно заблокировано, девчонки, заботьтесь о своем теле. Поехали. Следующее. Ну, сейчас самое простое, элементарное. Это не упражнение, это прием, да? Мы берем, вот кто, у кого есть сейчас возможность от центра, прям от центра груди собрать складку, вот вы берете, да, вот там вот, вот прям в центре, да, собираете вот складку. Ну, вот сейчас здесь покажу, да, собираете вот такую вот складку и ведете ее вверх, вверх, вверх. Вот прям ведете складку. А получится ли у вас это сделать, да? Взяли и повели вверх, 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 вот прям из центра. Повели вверх, вверх до вот этой вот ложбинки. Ведем. Сначала ведем, затем потом после этого мне пишем, а получилось у меня или нет, плюсики или минусики. Но сначала ведем по центру, и затем можно по надгрудью, грудь, конечно, мы не трогаем, надгрудью, вверх-вверх-вверх до ключицы, с другой, чуть дальше, да, и с другой стороны то же самое. Проходимся, берем надгрудью, пусть она вся поднимется, да, и проходимся к ключице, и здесь точно так же проходимся к ключице. Да, и самое главное мне, чтобы вы по центру вот здесь прошли, вот прям взяли вот складку, да, взяли складку и провели ее вверх-вверх-вверх по вашей грудине, вверх-вверх-вверх, и жду ваших плюсиков. Кто-то уже заранее написал, вы что, не делаете упражнение? Плюсики мне тут сидите, пишете, а теперь жду ваших плюсиков-минусиков, да, и вы должны прям провести и прокатать эту складку вверх-вверх-вверх. Как вам? Как вам ощущения? Кто-то не может схватить, да, и, значит, а как вы хотите? Вот смотрите, девчонки, нет у меня сейчас этой картинки, такую идеальную я нашла, да, у нас все ткани должны скользить. Вспомните, возьмите ребенка, он весь как на шарнирах, он вот такой, у него там все шевелится, все крутится. Возьмите его здесь, да, у него просто поползет все. А у нас залипание. Кто-то там однажды мне сказал, да вы вообще залипание, вы вообще каким языком разговариваете, а я вам скажу, что у нас между тканями должно быть скольжение. И как только, что значит залипание? У нас появляются такие спайки, то есть вот между одним и другим слоем спайки, спайки, спайки. Их много становится. Их может быть чуть-чуть. А если их много, то они не позволяют двинуться. Вот оно прилипло. Оно прилипло, а под силой тяжести и под нашим, да, ну все вниз, 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 да, и все. Вот. Поэтому движение обязательно должно быть. Поехали следующее. Берем свою мышцу ГКС и проходимся. А я буду рассказывать про эту мышцу ГКС, да. Я уже столько много занятий провела. Желудок заработал у кого-то. Дышать, дышать, дышать. Желудок, конечно, это лучший массаж. Массаж. Диафрагма, понимаете, поднимается вверх-вниз, вверх-вниз. Наверху легкие, да, выдох, вдох на доверие, выдох, вдох. А внизу-то все содержимое. Кишечник, желудок, все-все-все. И оно точно так же, да, выдох. У вас живот, у вас живот втягивается. И вот это все, оно идет наверх и вниз, и наверх. И вот оно, вот оно движение происходит. Вот он массаж. Никаких вакуумов вам не нужно. Не нужно. А кто-то не может сделать вакуум. Почему? Потому что сверху диафрагмочка не работает. Так вот, проходимся по мышце ГКС. Проходимся по этой мышце. Напомню, как ее взять и захватить не кожу, а именно мышцу. Отвернулись, наклонились, и вот она, вот она, сильная мышца вылезла. Взяли, и внимание, расслабили, только на расслабленную, и пошли дальше по мышце. Я столько много уже занятий провела, и, мне кажется, столько уже проверила, что девчонки как делают правильно, неправильно, что у меня даже уже мысли не возникают, что кому-то это может быть больно. А кому-то это действительно может быть больно. Я недавно просто столкнулась, да, взяла вот так вот, говорю, ГКС, ну вот же, вот же она ГКС. Мне так, я тебя, ну, прям чуть ли не ударили, вот так вот, больно, больно. Проходимся по другой, да, вот оно не должно быть больно, оно не должно быть больно. Эта мышца, понимаете, когда она напрягается, когда мы пугаемся, когда та же самая, да, вот психологическая штучка. Казалось бы, я все делаю правильно, я там веду правильный образ жизни, и она зажалась. Она зажалась и зажала сосуды. Сосуды, там у нас сонная артерия за этой мышцей, которая несет питание. Помните, кровь несет питание к нашей коже коллаген и эластин, вырабатывается там. Лимфа уходит сверху вниз. Также по сосудикам, которые вдоль этой мышцы. Мышца напряженная, и все, она все пережала, она все передавила. И ни туда, ни сюда нет движения. И вот она, наша маленькая шея, на которой тут же образовались вот эти вот кольца Венеры, при том, что они вот таким образом уже становятся, да. Вы продолжаете делать, пока я разговариваю. Вы продолжаете делать, да. И помимо всего этого, голова же выдвигается вперед в этот момент. И вот, и оно снова поплыло вниз. Как только мы стоим прямо и ровно, наш центр тяжести... Сумма ему стала скучно. Я вот в такой смешной позе уснул. И он вот в такой вот... Когда мы стоим ровно, наш центр тяжести, наша ось. Вот когда я делаю диагностики, я вот так прям расчерчиваю, наша ось, да. И она прямая. И мы держим равновесие, да. Как только у нас смещается центр тяжести, мы, конечно же, тоже держим равновесие, уже чуть похуже, да. Но мы сместили центр тяжести. И когда мы стоим ровно, да, гравитация на нас определенным образом действует. Как только мы наклонились, здесь уже совершенно другое. Ну, если говорить, да, вот кто-то говорит, а это гравитация неизбежна. Когда мы наклонились, оно еще сильнее, да. Оно еще сильнее тянется вниз. Вот, так вот, как только у нас шея вот так вышла вперед, она все потянулась вниз. Я надеюсь, что вы уже размяли. И теперь все написали мне плюсики и минусики, у кого как. Да, минус это, если больно или если не получилось захватить эту мышцу. Плюсики, если все хорошо. Девчонки, в YouTube вижу тоже спасибо за плюсики и минусики. Да, и вот вы прошлись, да. Написали плюсики, минусики, у кого получилось, не получилось. Минус, я напоминаю, это если больно, если не смогли захватить. Если вот какие-то, если так же с одной и с другой стороны у вас одинаково или нет. Если не одинаково у вас берется, да, с одной стороны легко, вот прям легко. С другой стороны, что-то я ее вообще нащупать не могу, да. Это тоже значит, это плохо. Это значит вообще, в принципе, перекосы во всем теле, да. Поехали. Дальше. Дальше к уху. Да, переходим к уху. И вот эту же самую мышцу ГКС взяли вот здесь вот около уха. А получается ли у вас вот здесь вот взять или здесь вот какие-то болезненные ощущения просто промассировали сначала с одной стороны. Вы можете проследить, в принципе, эту мышцу, да. Вот она идет вверх, 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 вверх. И вот здесь она как будто бы пропадает. Здесь она на самом деле крепится к косточке, да. И вот таким вот образом. Вот они, те же самые морщинки у нас около уха, да. Когда вот здесь вот мышца ГКС перенапряглась. Вот так вот. И она все так чик и потянула наше ушко. Вот таким вот образом образуются здесь морщинки. Так вот, вот здесь вот одинаково уже, да, у кого-то. Уже. Значит, было не одинаково, да. И с другой стороны. И прощупали, больно ли мне там. А вообще чувствую я, да. Вот чувствую ли я вот этот вот. Могу ли я там. Да, мы там не захватим, как вот здесь. Нет, не захватим. Потому что это крепление к косточке, да. Но вот здесь самое большое напряжение. Промассировали здесь. Здесь все сделали. И поехали к нашей мышце. Самое главное напряжение – это жевательная мышца. Девчонки, как найти жевательную мышцу? У меня есть в Инстаграме ролик. Обязательно, пожалуйста, посмотрите «Жевательная мышца». У меня есть целое занятие в Ютьюбе, когда мы жевательную мышцу расслабляли. Сейчас единственный способ, который я вас предложу вам сделать, это будет интраорально расслабить жевательную мышцу. Если вы не знаете, как найти жевательную мышцу, вы сейчас лучше этого не делать. Посмотрите мой ролик в Инстаграм. Высоу палец. Акты изнутри, да, из верта. Берем свои желательные мышцы. И сейчас вот этим вот пальцем, который у нас внутри, мы не массируем сейчас, да, чтобы на всякий случай, если вдруг кто-то будет, не знает, как найти, но будет сейчас делать, чтобы жировые пакеты свои не истончить, мы будем палец и как будто бы вот таким вот образом вытягивать наружу мышцу, да, вот так далее. Внимание! Сейчас все. Если вы знаете, где ваше жевательное, то вы можете продолжать делать, да, чуть-чуть снизу, чуть-чуть вверх, сверху. Посмотрите разницу. Вот это щека. И вот я зашла за мышцами. Мышца у кого-то будет ощущаться, как косточка. Она будет настолько жесткая, настолько твердая, да, потому что каждый раз, когда мы не только отожидываемся, мы уже пищу жуем, а кто постоянно еще и жвачку жует, что происходит, да, постоянно мышца напрягается, напрягается. И расслабляем. И расслабляем. Вот таким вот образом просто раз, раз, раз. Почувствуйте разницу, если вы на щеке это будете делать, если вы туда чуть глубже к мышце проникнете. Почувствуйте эту разницу. И теперь внимание своим пальчиком. Залезли туда, далеко, под косточку, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Там ямочка такая. Вы в нее провалитесь, и будет все ясно. Это вот то место примерно, да, где у нас мышца прикрепляется, их там две, да, мышцы. Она прикрепляется вот косточке, и вот вы провалились в эту ямочку, и чик вот оттуда как будто бы подбыковыриваете, да. Если у кого-то ногти, сейчас у большинства ногти, у вас это не получится сделать, да. Ну, хотя бы приноровитесь просто так делать. И вот здесь вот прям сверху эта ямочка, и чик, 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 да. Внимание, вы сейчас не оттягивайте, не оттягивайте ни в коем случае. А вот таким вот образом, чтобы рот ваш не страдал, чтобы у вас не образовывались никакие лишние морщинки, да. Еще, 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 еще. И с другой стороны делайте то же самое. С другой стороны делаем то же самое. Так, еще, еще, еще. Прошлись, взяли. И продолжайте, да, вы делаете. Туда в ямочку провалились. Надо было перед тем, как вы вторую часть будете делать, с другой стороны, чтобы вы почувствовали разницу, да, где жизнь, где нет жизни. Вот, ну ладно. И делаем, да, вот прям берем, и как будто бы вы оттягиваете в сторону, оттягиваете в сторону. Сейчас я показываю вам те самые упражнения, приемы, которые можно делать всем для любого типа лица. Но если вы, допустим, возьмете и начнете вот так ее массировать, да, то вот это нельзя всем каждый день делать, потому что бывает худое лицо, да, которое вот делает вот такие массажные движения, вы в любом случае все равно будете задействовать жировые пакеты свои, да, и они, ну, могут пострадать от этого, да, а худому лицу, вот у которого это, или осунувшееся лицо, да, вам нужно максимально беречь свои жировые пакетики. Поэтому вот сейчас я конкретно даю приемы, да, для всех типов лица. Итак, с жевательной разобрались, можете написать плюсики-минусики, у кого хорошо получилось, у кого нехорошо получилось, да, нехорошо – это больно, это вообще не поняла, где мышцы находятся, ну, и все такое, да. Следующее неожиданно, возможно, для вас будет, но я попрошу вас поработать с височной мышцей. Расскажу для чего потом. Вот таким вот образом у нас располагается височная мышца. Она частично вот здесь вот, да, и частично на волосистой части головы. Сейчас вы можете просто погреть руки, приложить вот таким вот образом к височной зоне, внимание, не сдавливать, а просто приложить, да, и затем просто попробовать пошевелить ткани по вот этой вот височной мышце, да, и, внимание, пальцы, пальцы также прилипли к коже, к волосам, да, и вот вы все как будто бы вы по косточке все шевелите. И продолжайте делать. С одной стороны, зуб мудрости мешает. Да, может быть такое. Зубы – это вообще отдельная история. Зубы у вас все должны быть. Если у вас нет каких-то зубов, то логично, что у вас поклывет овал лица. Другого не может быть. У кого-то минус, у кого-то больно, еще что-то. Пошевелили, встряхнули руки. А теперь, внимание, пальчики, подушечки пальцев. Приставили вот, девочки, сейчас внимание. Не нужно давить ни в коем случае. Здесь у нас находится кленовидная косточка. Не давить. Вот можно чуть выше. Вот знаете, найдите стык вашей косточки лобной. И вот здесь вот прямо. И мне нужно, чтобы вы с двух сторон одинаково проникли. И вот таким вот образом, медленно-медленно, аккуратно-аккуратно прошли сейчас вот таким вот образом. И прямо сейчас слушаем себя, что у вас там. И вы проходитесь вот таким вот образом. По всей зоне височной мышцы. Я пока рассказываю. А вы слушайте. Самое главное слушать сейчас не меня. Самое главное сейчас слушать себя. Те, кто давно со мной занимается, те могут уже, поднимают свое тело, да. И можете сейчас и меня немножечко послушать. Но я думаю, вы все знаете, о чем я сейчас буду говорить. Вот у меня вот здесь триггерная. Немножечко, да. Вот здесь вот я чувствую, что у меня прям вот напряжение. Вот как мышечное напряжение у меня вот здесь вот так же, да. Поэтому я вот здесь чуть подольше задержусь. И чуть подольше. Но, внимание, вы не должны давить. Да, давить ни в коем случае не нужно. Наша височная мышца относится к жевательным мышцам. И если вы просто сейчас вот так вот приложите, да, свои пальчики и сделаете, сожмете зубы, вы почувствуете движение вот здесь. Так вот, височная мышца – это тоже жевательное. Вы можете пока проходиться. Я пока разговариваю, да. Вот. Височная мышца, она огромная, да. И еще и не один слой ее. Так вот, как только эта мышца напрягается вот здесь, да. Вот кто-то почувствовал здесь сейчас какие-то триггерные точки. Она напряглась. Она сжалась вот здесь вот, да. Она сжалась. И представляете, мышца сжатая, что она делает? Она тянет все наше лицо вот таким вот образом. И в первую очередь, у кого проблемка с глазами, вы в первую очередь должны прорабатывать свою височную мышцу и работать со своей височной мышцей, да. Височная мышца, она вообще в принципе все, лицо тянет к центру. Да, так же, как жевательное, вот здесь вот тянет, а височная прямо вот так вот сверху начинает, и она все тянет вот сюда вот к центру. Поэтому височные обязательно-обязательно прорабатываем, да, и смотрим, а что у меня там, а если у меня там триггерные точки. И дальше, девочки. Вот я сейчас не могу для всех показывать занятия, да, потому что у всех разный тип лица. Есть определенные упражнения, да, которые подходят всем. Поэтому поставили три пальчика на лоб, рядом пальцы должны стоять, не вот так, не вот так вы сейчас будете делать, а рядом прям пальчики, и вы вот таким вот образом, простите, YouTube сейчас, вот таким вот образом проходитесь. И внимание, если вы заметили, я не выдвинула вперед шею, а я полностью наклонилась, да, для того, чтобы вам показать. Вы сидите или стоите ровно, да, и если вы на меня смотрите, сейчас все вместе взяли и поставили камеру на уровень глаз, а не вот так вот, чтобы вы, чтобы вам не приходилось выдвигать шею вперед. Вот так вот наклонить, кстати, можно, да, и тогда уберете еще напряжение с задней поверхности шеи. Но вот так вот ни в коем случае нельзя. Но просто очень часто мы не делаем вот такого движения, вместо вот этого движения мы делаем вот так вот. Мы выдвигаем шею, да, это движение путается. Прям обратите внимание, заметьте за собой, когда мы можем просто опустить, мы вытягиваем шею вперед. Зачем? Привычка. И мы проходимся вот таким вот движением по всему лбу. Проходимся вот таким движением по всему лбу. А лоб и наша вот эта вот лобная долька, мы ее можем мять-перемять вообще. Почему? Потому что она имеет костную основу. И поэтому вот по этой костной основе мы можем себе спокойненько ходить, бродить, делать какие-то вот такие движения, делать вот такие вот движения. А попробуйте, вообще у вас собираются вот складочки, да, вот-вот складочки и пошли вверх-вверх-вверх-вверх. И вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Вот получается у вас собрать вот-вот, вот она складка, да, вот она складка, собрать вот эту вот складку и пройтись вверх-вверх-вверх вот таким вот движением. Возможно, у кого-то на серединке потеряется, это нормально. Ну, как? Хотелось бы, конечно, чтобы она не потерялась, но, возможно, с середины она начнет хуже браться, да, но не должно быть такого резкого перехода. У нас апоневроз заканчивается не вот здесь, а вот здесь, да, вот где-то. У кого-то вообще практически нет лобной дольки, у кого-то весь апоневроз, да, и вот-вот-вот оно так заканчивается. То есть мышца вот здесь, а вот здесь вот сухожилие уже, апоневроз, да, начинается вот так вот дальше. И, возможно, вот чуть выше у вас будет хуже браться. У всех по-разному, у кого-то здесь, у кого-то вот здесь, да. И пройдитесь, вот берется у вас, вот у кого-то, не знаю, имени, не берется, да. Еще не берется, не берется. А почему не берется, да? Ну, тогда пробуйте, чтобы хотя бы скользило у вас вот здесь вот все, да. Это костная основа, поэтому по этой костной основе мы можем спокойненько ходить, да. С глазами я не дам вам работы, потому что это вот прям нужно очень-очень долго объяснять, очень тщательно. Но если у вас проблемка с глазами, то вы идете в первую очередь с височной мышцей работать. Вы можете пока проходиться, да, вот такими движениями, как я показала. Я пока объясняю дальше, как работать. Так вот, если глаза, проблемка, в первую очередь с височной мышцей работаете, в первую очередь работаете с задней поверхностью шеи, да, потому что глаза связаны непосредственно. Глазодвигательные упражнения всякие разные, да. И, конечно же, обязательно грудной отдел, потому что шея и грудной отдел, они просто неразделимы, это все одно, потому что как только в грудном отделе у нас, это самый подвижный отдел, там столько косточек, а мы его дышь и заблокировали, как только он заблокировал, движение-то должно как-то происходить, шея начинает там что-то, а в шее у нас здесь мозг, организм такой, дышь, опасность, 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 шею блокирует, и шея тоже заблокировалась. И у нас движение где происходит? В пояснице. И поэтому грыжи где у нас в основном? Вот в этом так-то месте. Вот здесь у нас все. В первую очередь здесь блокируется, затем вот здесь блокируется. И как мы поворачиваемся, когда многие, когда кто-то позвал? Что? Вот таким вот образом. Что? Не вот что, а что? Вот таким вот образом. Так вот, если вы хотите здоровья своих глаз, то начинайте вот с этого работать. А то, что уже вот здесь произошло, это вот такая вот деформация. И это уже потом на местном уровне. Вот все, что мы перечислили. И уход, и осознанное расслабление сейчас. Сейчас все вместе обратили внимание на свои глаза. Расслабили. Расслабили углы глаз. Расслабили лоб. Обратите внимание, если я расслабляю лоб, то у меня сразу такие новейшие веки появляются. Не важно. Расслабили глаза полностью. Углы глаз. Прям вот в этом месте расслабили. Можно делать вдох, выдох и расслабили. И сейчас, возможно, вот если вы сделали со мной это расслабление, вы почувствовали, блин, а насколько же напряженные у меня мышцы оказываются на лице. Я вот хожу днем, я вот что-то, о чем-то думаю и начинаю вот прям подчуривать вот здесь. А потом я удивляюсь, а почему у меня вот здесь вот гусиные лапки. Да потому что я их расслабить не могу. Я не могу расслабить свою круговую мышцу глаз. Привычка. Просто тупая привычка. Расслабили. Мои девчонки знают, что одно из главных вот в течение дня это... Вот так вот пошли. А губы насколько у вас напряженные. Я, по крайней мере, постоянно себя ловлю на том, что у меня... Я начинаю поджимать губы. Поджимать губы я... Когда я что-то переживаю, когда о чем-то думаю, когда думаю, что мне нужно что-то сделать, да. Поехали. Глаза закончили, да, с глазами. Поставьте пока пальчики, вот чтобы вы просто так без дела не сидели, к крылу носа. Самый сильный палец, крыло носа, да. И как будто бы вы проникли сейчас сквозь все-все-все ткани туда глубоко внутрь. Слегка приоткройте рот. Девчонки на вопросы отвечу в конце. Пожалуйста, берегите их, задавайте в конце. Чуть-чуть приоткройте рот, поставьте вот пальчики и проникните вот прям как будто бы до самой косточки. И начните круговое движение. Внимание, движение мелкое, мелкое. Что вы сейчас делаете? Вот это то место, где у многих начинает образовываться носогубка. Именно в этом месте начинает образовываться носогубка. Вот здесь, если вы в зеркало посмотрите, у большинства именно здесь самый такой крупный залом, да. Потому что, почему? Носогубка вообще для меня одна из самых главных проблем, да, потому что мы постоянно что-то говорим. Мы лоб можем научиться не морщить. Мы можем глаза расслабить и не морщить их, и все наладится, и будет все хорошо, да. Мы можем улыбаться, как это все американцы улыбаются, не задействуя наших глаз. Но мы не можем говорить, жевать, еще что-то делать, не задействуя вот эту вот штучку, да, вот эту вот часть. Поэтому для меня вот это вот, это самая сложная проблема, потому что у нее там еще и куча всяких глубинных, да. Это и прикус, это и таз, это все-все-все-все-все, да. То есть нужно работать вообще со всем, чтобы как минимум не дать ухудшиться вот состоянию, что у нас вот здесь, да. В идеале, конечно, улучшить, но как минимум не дать ухудшиться. Если вы видите, что у вас вот здесь вот ухудшения какие-то, то однозначно нужно эту зону беречь, да, потому что оно будет все больше и больше и больше. Про носогубки сказала, вы помяли, да, и давайте сейчас, что мы сделаем? Сейчас мы поставим палец вот сюда, на косточку, найдите сейчас, вот можете мягко-мягко пройтись. Хрящ, 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 о, косточка, косточка, много косточек там, там много косточек. И поэтому мы не давим, мы аккуратненько приставили палец и не на нос, да, а палец именно, ну вот, чтобы взять полностью, да, внутреннюю поверхность глаза захватить, не оттягивать сейчас ничего вверх, да, вот таким вот образом просто приложить. И по стыку щеки и вашего носика самым сильным пальцем, приоткрыв рот, смотрясь в зеркало, внимание, вы проходитесь до крыла носа чуть ниже. Если вам нужно, может быть, чуть ниже вы хотите пройтись, да, вот чуть ниже до угла рта, вы должны проследить, что у вас нет, вот, вот, как это показать-то, вот у меня так не, вот смотрите, я могу пройтись до угла рта, но кто-то не может так пройтись, потому что они начинают вести, и у них образуется вот здесь морщинка, да, то есть еще сильнее, как будто бы залом образуется вот здесь, тогда вы останавливаетесь вот здесь, да, то есть у каждого своя индивидуальная работа должна быть. Тогда вы останавливаетесь вот здесь. Сделайте так три медленных движения, да, вы уже там сделали, и с другой стороны делаем то же самое сейчас, да. Мы сейчас с вами поработали, получается, с мышцей, которая поднимает крыло носа, да, в основном. У нас есть еще мышцы, которые еще угол рта, так вот поднимают, и, ну, в основном вот крыло носа, то есть вот до сюда дошли и расслабили, да, потому что вот здесь вот как раз-таки место застоя, да, у нас здесь вот застоя. Далее. Щеки, малярные мешки – это отдельная тема вообще, и здесь нужно работать только по типу лица, только по типу лица. Есть техники. Однозначно вы работаете с лимфосистемой, а это наша шея, а это, ну, лимфосистема, если по телу смотреть, то это наша диафрагма, да, вот. Вот. Работайте с шеей. Вот это вот можно постоянно делать, но если у вас вот здесь вот вы хотите, вот здесь есть специальные техники против малярных мешков, против вообще всего, но я вам ее не дам, потому что здесь нужно обязательно работать по типу вашего лица. Допустим, худому лицу можно делать раз в 10 дней, да, если у вас плотное лицо, то вы можете делать почаще, но это такая глубокая техника, техника работы именно с тут жировой. Пакет у меня, прошлое видео, да, вот последнее в Инстаграме, это про жировые, про суфы, это жировой мешочек, да, который заперт снизу и сверху связками, и мы можем работать со всем на самом деле. Мы можем работать и со связками, мы можем работать с жировыми пакетами, мы можем работать с костями, потому что здесь у нас что? Здесь у нас и скуловая косточка, и верхняя челюсть, вот здесь вот у нас верхняя челюсть, да. И как только мы неправильно держим свой язык, и наша челюсть без поддержки, она начинает проваливаться, ее ничто не держит, она начинает потихонечку проваливаться. И мы вот этим вот своим, тем, что мы язык не там, где нужно, держим, сами этому способствуем, способствуем тому, что наша челюсть проваливается, и мы превращаемся вот в таких вот бабушек, у которых вот так вот провалилась челюсть вот туда, внутрь, да, вот туда запала, вы все это видели, да. Да, оно произойдет, мы однозначно все будем стареть, примите этот факт, но дело в том, что мы очень часто сами способствуем тому, что наше тело начинает стареть быстрее. Мы сами, как вот вначале мы с вами выяснили, и питаем его непонятно чем, и ухаживаем непонятно как, и эмоционально состояние у нас непонятно какое, да, так вот. И мы можем работать также и с костями, то есть мы можем работать вообще со всем, да. Девочки, в принципе, вектор движения, вектор направления по вашим конкретным проблемам я вам сказала, и вы понимаете, в принципе, с чем работать, да. Я любую проблемку на лице могу сказать, что она связана 100% с телом. Конечно, да, лицо стареет однозначно, как у всех, да, у всех у нас, но если вдруг оно рано начало, да, или там, если это ярко вот прям выраженная проблема на лице, то однозначно что-то мы делаем не так, то однозначно что-то вот во всем, что я перечислила, происходит не так, да. Ну что, сейчас, девочки, я вам скажу, затем отвечу на вопросы. Расскажу про что. Расскажу, что сейчас у нас 8 марта завтра, да, и у нас сейчас проходит акция. У меня сейчас есть курс Дива Преображения. Это вот прям все для того, чтобы мы оставались молодыми. Это все. Это питание, да. У нас на курсе есть врач. Это психолог. У нас на курсе есть психолог. Это космецевт. Это уход за кожей. То есть вот все, что я считаю важным, я включила в этот курс. И, конечно же, занятие. Конечно же, это занятие с осанкой. Конечно же, это занятие с лицом. И при том, что не для всех одинаково, да. У кого-то завернуты плечи вот так, а у кого-то попа вот так вот, да. И у кого-то нет вот этого вот зажима, как я показывала, вот так вот, когда они идут, да. А у них, наоборот, вот так. И совершенно разные. Вы понимаете, что разные упражнения нужны для того, чтобы раскрыть вот эту часть, раскрыть, да, вот эту закрытую. Либо же, наоборот, вот этот вот слишком сильный перегиб чуть-чуть раз и убрать. Разные упражнения должны быть. И мы для каждой девочки индивидуально подбираем, ну, упражнения, да. Она у нас идет в ту группу заниматься, в которой ей нужно заниматься. Так вот, этот курс я даже не просто нежно люблю. Я считаю, что это лучшее, что может быть. Это работа над нашим омоложением по всем фронтам. Так вот, это мой флагманский, самый важный, самый главный курс. Диво-преображение. У меня есть клуб, Диво-клуб, в котором я провожу занятия тоже регулярно, живые. И есть еще другие программы. И у нас есть сейчас три предложения акционных, да, по которым вы можете попасть ко мне на занятия. Занятие, пакет с подругой. То есть вы можете взять подругу, маму, неважно кого, и вдвоем прийти к нам, и вам будет в два раза дешевле. Вот это только до завтрашнего дня действует акция, да, завтра еще. У нас есть пакет VIP. Это когда по занятиям все проходят под моим контролем, да, то есть я вот полностью веду вас, да. И у нас есть еще предложение много отдельных, отдельных марафонов, курсов, которые, но туда не входит Диво-преображение. Туда входит 10 отдельных занятий, да, 10 отдельных и марафон там, и занятий, да. Так вот, что вы хотите, вы можете прийти по ссылке, которая есть в Телеграме, да, и присоединиться ко мне, присоединиться на занятия со мной. Что важно? Важно то, что сейчас скидка, сегодня, вчера была самая минимальная цена, я это объявляла, сегодня цена чуть-чуть повыше, завтра будет еще чуть-чуть повыше. Поэтому, если вы готовы, если вы хотите, можете задавать любые вопросы, служба заботы ответит на них и присоединяться к нам. И среди тех девчонок, кто присоединился ко мне во время акции, завтра мы разыграем мою индивидуальную персональную диагностику, занятия со мной, то есть вот прям целая моя индивидуальная диагностика. Что еще? Еще обязательно все девчонки из моего Телеграм-канала получат подарки. Вот все, кто у меня в Телеграм-канале, будет для всех подарок. Поэтому, девчонки, переходите в мой Телеграм, да, кто, допустим, в Инстаграме. И напоминаю, вот что аукционные цены у нас действуют сегодня и завтра, последний день. Итак, если есть какие-то вопросы, вы можете мне задать. Если нет никаких вопросов, то мы можем с вами, в принципе, попрощаться. И я не буду сохранять эфир в Инстаграме, я его сохраню в Ютьюбе, и вы сможете его посмотреть. Ссылка на эфир будет в Телеграм-канале. И спасибо большое за то, что вы со мной были. Больше часа мы с вами разговаривали. Я надеюсь, что я вас зарядила. Я надеюсь, что разные цены зарядила, разные цены на курсы. Поэтому нужно перейти, либо спросить в Телеграме, вам ответить, смотря что вас интересует. Я надеюсь, что я вас зарядила. Я надеюсь, что вы поняли, что просто бесполезно вот здесь вот мять и тереть. Вы можете пока задавать вопросы, если вдруг у вас есть какие-то. Бесполезно просто тереть вот здесь вот глаза, когда у вас мешки или еще что-то. Когда у вас вот проблема вот там. Бесполезно что-то делать, вот так вот тереть свою носогубку. Или, допустим, вестись на те рекламные акции, что делай это упражнение три раза в неделю. Или там каждый день по пять минут и избавишься от носогубки. Не избавишься, да. И вы у меня умные девочки. Я надеюсь, что вы понимаете, что все это делать бесполезно. Что нужно работать на всех уровнях. Нужно работать как с... В первую очередь, конечно, с осанкой, да. Нужно работать и с жировыми пакетами, и с мышцами, и со связками, да. Вот со всем, с костями обязательно, кости черепа, да. Не зря же у нас семимильными шагами развивается остеопатия, да. Поэтому, девочки, спасибо вам огромное за эфир, зарядила. Я очень рада. Очень рада. Все, девочки, отключаюсь. Отключаюсь и пока-пока. Эфир будет в Ютьюбе. Так, теперь, девочки, с вами. Теперь с вами прощаюсь. Смотрю, что вы писали плюсики. Спасибо огромное за приятные слова. Вопросов у вас нету, вижу, да. Но если вдруг есть вопросы, вы потом напишите. Я на них смогу ответить уже вот так вот вручную. И в любом случае у нас есть телеграм-канал, в котором, я напоминаю, вы, пожалуйста, задавайте вопросы именно под последним постом. Потому что где-то там пролистывать назад – это, ну, физически иногда бывает сложно, да. Поэтому, если у вас интересует какой-то, если у вас есть какой-то вопрос, то прям пролистывайте и вот под последним, под последним постом моим задавайте мне вопросы. Все, спасибо вам огромное.